Здравствуйте! С вами Швейный Савельник. Мы продолжаем нашу рубрику про карманы. В данном видео мы покажем, как обработать прямоугольный карман-портфель с цельнокрайонной складкой. Смотрим. Для прямоугольного кармана-портфель с цельнокрайонной складкой нам понадобится подобная схема. Мы нарисовали на бумаге, можно это делать на ткани. Сам карман 15х15, боковые складки и нижняя складка, глубина складок 3 см, два раза по три. По боковым срезам и по низу припуск 1 см и цельнокрайонная обтачка вверху 2 см. Вырезали из ткани необходимую деталь и теперь, чтобы было проще заутюживать складки, переносим метки. Вот таким образом. Можно карандашом и сделать рассечки на 0,2-0,3. Цельнокрайонную обтачку вверху мы продублировали и теперь остается заутюжить складки. Итак, заутюживаем по рассечкам, перегибаем верхнюю цельнокрайонную обтачку, фиксируем булавкой, с этой стороны тоже булавкой, поправляем и приутюживаем. По первой линии заутюживаем, затем та, что в середине, и сантиметровый припуск. Также заутюживаем вторую сторону. Лучше вот так отвернуть, чтобы то, что мы уже приутюжили, не разутюжить. И сантиметровый припуск. И осталось приутюжить нижнюю складку. Сантиметровый припуск. Сантиметровый припуск. Для стачивания угла нам надо нанести дополнительные линии. Для этого из этой точки откладываем 3 сантиметра. Ставим точку. И из этой точки 3 сантиметра. 3 сантиметра, потому что глубина складок 3 сантиметра. И соединяем эти точки. И еще одни линии. Прикладываем вот так линейку. И под прямым углом проводим линии с одной стороны и с другой. То же самое делаем со вторым углом. И углы налекали, необходимо вырезать. Верхний припуск мы обметали. Боковые и низ обметывайте в зависимости от цепучести ткани. Затем наизнанку положили наше лекало. Совместили все линии. И переводим вот этот угол с одной стороны и с другой. Перевели наизнанку линии, где будут стачены углы. На лицо перегибаем. Вот так. Угол к углу. Рассечки совмещаем. И при этом наметка должна совпасть. Проверили, что все совпало. Только эти булавки мы здесь не оставим. Нам будет неудобно стачивать. Ставим булавки рядом, а эти вынимаем. Стачивать будем по намеченной линии. Стачиваем углы. Обязательно ставим закрепку. В уголке иглу оставляем в ткани и разворачиваемся. И в конце также ставим закрепку. Таким же образом стачиваем второй угол. Отстрачиваем цельнокраенную обтачку. Углы вырезаем. Оставляем припуск примерно 0,5. Сам угол надсекаем до строчки. И высекаем уголки. Эти припуски необходимо разутюжить и вывернуть углы. Намечаем место кармана и прикалываем сам карман. Настрачиваем карман 0,2 от сгиба. Во. Блажем. В, Блажем. По метà. В, Блажем. И увеличить. в зависимости от размера кармана и от вашего желания закрепку можно поставить по внутренней складки. Мы же будем делать закрепку вот в этом месте вот такой карман у нас получился ставьте лайк подписывайтесь на наш канал вступайте в нашу группу вконтакте и помните всегда можно сделать проще с вами был швейный советник субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok